К трехдневному избирательному марафону привыкли не все. В ходе голосования между общественными наблюдателями и членами избиркомов часто возникает непонимание. К такому выводу пришли представители партий. Мы узнали их мнение. Эти дополнительные два дня называют днями голосования, но нормы закона, которые прописаны в законе об основных избирательных правах и другие нормы закона, почему-то в эти дни не применяют. Три дня это гораздо больший шанс для фальсификации. Там, где процент проголосовавших большой, как раз оттуда поступает больше всего жалоб. Нервы. Уже к третьему дню голосования у сотрудников избирательной комиссии, говорю, а также от наблюдателей, конечно, начинают сдавать напряжение очень большое. Мы считаем, что сегодня оптимальный формат выборов. Самое главное для нас всех – это сохранение и сбережение здоровья людей. Этот формат как раз предусмотрит выполнение главной цели. Как партия молодая, мы не совсем, так сказать, прожженные, что ли, в этом во всем. И, соответственно, для нас это новое, а все новое – это хорошее, мы считаем. Явка на выборах депутатов ЗАГСобрания превысила 29%. К 16 часам успела проголосовать 762 тысячи южноуральцев. Лидеры и аутсайдеры по явке не поменялись, жители сельских территорий активнее горожан. В Верхнеуральском и Нагайбакском районах проголосовало 45,61% избирателей, в Агаповском – 34,15%. В Троицке и Троицком районе – 38,09%. Самая низкая явка в избирательных округах областного центра – в Курчатовском – 15,36%, в Калининском – 15,26%. И в Центральном районе проголосовало 16,17% избирателей. Субтитры создавал DimaTorzok